За постчарнобыльский период у Беларуси створена эффективная система оздоровления детей и подлетков. Размова идти перш за все о реабилитации на оздоровленных центрах. Олег Синтеров ознайомился с деятельностью этих установ. Мы приобрели бесконтактную гидромассажную ванну, мы приобрели аппарат вакуумного массажа, очень много различных видов вибромассажа, работают современные водолечебницы, в которой дети имеют возможность принять различных видов ванн, жемчужные ванны, лекарственные, ароматические. В этом году в пролезце открыли, отвечающие всем санитарным потребованиям, изолятор. Как свечить, шмат годовый опыт, подчас уздыма захворывания на острой респираторной инфекции, он лишним не будет. Правда, вельми великим изолятором делать не стали. Девяти ложков должен накопить в любом случае. Основная увага тут в уголе на социально-психологическую реабилитацию и оздоровление. Среди наибольших популярных процедур детей – занятки в бассейне. Шмат, кто терпляет в его упречении в жизни, навык в районных центрах бассейны есть не отсюда. Яшче больше экзотика спелия процедуры. Так званый соляный покой у центра процой зверсни минулого года. По словам медиков, спелия лечения, вельми допомагая при захворываниях органов дыхания, те профилактических этих захворываниях. У целом, за час знаходжения удроцы, дети проходить тут каля 10 сеансов, по 3 за сквилин кожны. Что год у оздоровленчем центре Пролезка курс лечения проходить каля 6 тысяч детей из утих районов Гомельской области. Да, к этой лечке можно проплесовать детей из России и японской фокусимы, яке так само проходили тут курс реабилитации. И таки факт, за минулый год экспорт по слуху в этом оздоровленчем центре складу достатково значную сумму. У первшую чергу размолы идя по предоставлению частки обособленных покоев спортсменами и туристам. Головные, иншие, отременные сродки будут накированы на дальнейшее подобщение умов для отпочивающих детей. Полученная прибыль распределяется по статьям, поэтому одна из частей – это дальнейшее развитие и совершенствование медицинской и спортивной базы центра, а также строительство новых объектов. На следующий год запланировано у нас строительство станции по безжелезованию питьевой воды. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район.